Может быть, всякий проповедник мечтает за то, для того, чтобы начать свою проповедь. Я хотел бы вас что-то попросить. Давайте вот на раз, два, три, вот вы в мою сторону, а я в вашу сторону укажем большой палец. Раз, два, три. Молодцы! Большой палец. Гулям палец. Палец. Да, потому что Господь также сказал, что замечайте, как слушаете. Забелязывайте, как чуваты. В первых книгах Торы, это пяти книжи, описывается сотворение человека, всего мира, потом грехопадение, и жизнь дальше. И живота следует. Давайте поподробнее пойдем. Нека поподробно да го погледнем. Я вообще заметил и очень часто люблю начинать с бытия. Забелязвах, че обичам да започвам от бытия. Когда читаешь Тора, первая глава, то есть в начале, то написаны такие слова. В начале сотворил Бог небо и землю. В начале сотворил Бог небето и земята. Земля была безвидна и пуста. Земята била пуста, празна. И тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И Божия Дух, и Тамината покориваше бездно, и Божия Дух се носеше над водата. Самое странно, но по всей Библии нигде не написано, что Бог сотворил воду. Много странно, но никуда не пише, че Бог сотворил водата. Интересно то, что весь мир, он состоит из воды. Ученые недавно начали изучать более так поведение воды. Ее структуру, ее свойства. Ну а если мы почитаем одного рыбака, который, я думаю, не заканчивал высших заведений, это Петр. Во 2 Петра, в 3 главе, написаны интересные слова. 5 и 6 стих. «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля сотворены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». Интересно то, что, смотрите, как здесь написано. Интересно, как пишет Ук. «Что все было сотворено из воды и водою». Че всичко было сотворено от водата и через водата. Вода. Человек рождается в воде. Человек отца рожда в водата. Без воды не может прожить. Без вода не может доживее. И изменение его в духовной сфере тоже вода. Это крещение. Ну, я поподробнее все эти темы затрону. Ну, для того, чтобы объединить проповедь Слова и вода, это тема проповеди. Я хотел бы прочитать еще и царя Давида, который тоже не заканчивал никакого высшего заведения. Был пастух. То есть был пастер, любящий Бога. И становится царем над всем народом израильским. В Псалме 32, Псалме 32 глава. В Болгарской Библии 33. 6-9 стих. Словом Господа сотворены небеса и Духом уст Его все воинство их. Ибо Он сказал и сделалось, повелел и явилось. И вот смотрите как интересно. Видите, колко интересно. Почему-то вода, слово, они имеют какую-то связь. Сегодня мы как раз к этому подойдем. Водата и слово имат някаква връзка. Ком това ще стигнем днеска. Слово, много слов это какая-то информация. Правильно? подуме твоя некаква информация. Те, кто занимаются, допустим, IT, часто могут сравнивать информацию с какими-то свойствами воды. И могут сравнивать информацию со свойствами на водата. Слив информации, черпать информацию, потоки информации, закачивать информацию. И вот смотрите, Бог сотворил небо и землю из воды. Весь мир был сотворен, поэтому человек и состоит на 78% из воды. Со временем человек ее теряет. Говорят, что три дня без воды может человек прожить. Но потом у него могут быть какие-то проблемы. Если он больше без воды, он может умереть. Хотя я верю некоторым братьям, которые говорили, что были люди, которые 40 дней ничего не ели, не пили, и они выжили. Я не думаю, что они обманывают. А теперь смотрите, все сотворено, все прекрасно. И вот Господь сотворил Адама и Эва. Муж и женщину сотворил их. И говорит, это весь сад перед вами, все, что хотите, можете кушать, играться с животными, плавать, ну, я так своими словами. Но только от дерева познание добра и зла не вкушайте. Знаете, самое интересное, когда к Слову Божьему добавляют или убавляют. Много интересно, когда к Божьему Слову добавят или не махат от него. Когда в третьей главе читаем искушение, и все знают эту историю, когда змей подходит, увидел Хава одна, Адам занят своими делами, а Адам е заед со своите работи. Скорее всего, наверное, подстригал розы для Хавы, чтобы ей нравилось. Так написано, что Бог сказал, ухаживай за этим садом, не просто так, пользуйся. И в третьей главе Бытие, со второго стиха мы читаем, и сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов от дерева, которые посреди рая, сказал Бог, и Бог сказал, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Читая наперед все события, нигде Бог не сказал, не трогайте это дерево. Читая напред, опасность что-то добавлять и еще говорит, что так сказал Бог. К чему это привело? Равины рассказывают, что змей говорит, правда он так сказал? Ану тронь дерево. Она говорит, не, нельзя. говорит, да нет, тронь, вот видишь, я хвостом могу тронуть, ты тоже тронь, но она так тронула. Ты ж не умерла. Попробуй, ты будешь как Бог. Ты будешь все знать. знаешь всичко. К сожалению, мы сейчас все это прекрасно понимаем, что произошло тогда. после грехопадения только лишь некоторые люди искали Бога, а вся земля наполнилась грехом. Грех оказывается сильнее начал поглощать человеческую природу. Не добро, а грех. не греха. И тогда Господь говорит, тогава Бог казва, мой приговор всей земле потоп. И тогава ще направя потоп на целата земя. И мы только что прочитали, что весь мир был сотворен водою и из воды, поэтому и был погублен водою. и земля была створена от вода и сред вода и земля была погубена с вода от вода също. И вся информация стерлася. Сейчас очень так модно, знаете, ученые обнаружили доисторические артефакты. Если Господь уничтожил, не надо знать, что было тогда. Оно не принесет вам никакой пользы. Давайте потихонечку мы подойдем в силе слова, которое происходило в Библии. помните самый такой хороший пример это был Авраам. Тогда он был еще с одной буквой. У него была жена Сараи. Он ее очень сильно любил. У него было немного людей. Где-то 380 человек у него было мужчин и юношей. Это те, которые ходили вместе с ним. И вот идет описание в Бытие после 11 главы всей истории про Авраама. И в Бытие след 11 глава истории за Авраама. И вот в 14 главе происходит война четырех царей против пяти. Представляете, пять царей имеют свои войска. Там между собой они войну сделали. Выиграли войну и вдруг появляется человек. В первое в Торе написано еврей. Это написано, когда к Аврааму пришел в 14 главе путник и говорит, что так была война и твоего племянника взяли в плен. И написано, что он пришел к Аврааму и ври. Первое слово, которое встречается евреем по всей Библии. Что это могло означать? Это единственный человек, пришелец, живущий в другой стране, который поклоняется только одному Богу. Он пришел с другой стороны реки. Он очень странный человек. не поклоняется Богу грома, молнии и все такое. Он говорит, что только есть один Бог. Дальше мы будем читать, что его уже будут называть Авраам и ври. Несколько случаев. Потому что он отличается. Я немножко отошел. Малко удалечив. Когда мы читаем 14 главу, там так интересно описано, что среди всего этого сражения царь Содома и Гоморы попали в какие-то ямы соляные. И в 14 главе пишите Содомский царь и Гоморский попадали в соляные ямы. И представляете, а в это время какой-то Авраам с 380 человек нападает на те, которые победили в этой войне. Выигрывает их. забирает у них все имущество и возвращается. Пока этих царей вытаскивают из соляных ям, они услышали о великой победе Авраама. Он идет радостный племянник рядом с ним. И вдруг ему навстречу выходят и из днешне навстречу ему излизат. Давайте прочитаем. 14 глава, 17 я вот прочитаю. И дальше. Когда он возвращался после поражения Кедрлаумера и царей бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу долину Шаве, что ныне долина царская. И Мелхиседек царь Салимский вынес хлеб и вино. И он был священник Бога Всевышнего. Теперь смотрите, царь идет, представляете, царь, который имел, и он проиграл войну. Он, наверное, с опущенными глазами идет. Появляется интересная фигура. В Торе написано Мелех Цедек во втором это пищи. в Мелхиседек Мелех Салим Коэн Элен Эльон Это переводится, что мой царь справедливости. Царь мира священник Бога Всевышнего. Эль Эль Эльон это означает, что выше него нету. по-висше от него няма. Авраам его не знает. Авраам не го познава. Когда они встретились, именно Мелех Цедек говорит благословение. Казва благословение. 19 стиха. 19 стиха. И благословил его, сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего. То есть выше него никого не существует. Владыка неба и земли. То есть он всем управляет. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам сразу ухо вот так знаете задергалось. Что-то родное он сказал. Он не сказал там слава какому-то там Богу. А он его благословляет Богом, которого знает Авраам. За это Авраам отдает ему десятую часть из всех трофеев. Я не буду говорить о том, что все остальное он отдал царю Салимскому. Еврей есть еврей. Вы знаете, когда Лот зашел и жил в Содоме и Гаморе, до нападения этих царей, он был никем. Но после этих событий, когда придут ангелы в Содом Лот будет сидеть у ворот. А там сидели только старейшины, уважаемые во всем городе люди. Видите, Авраам как бы подкупил царя Содомского. Итак, Авраам отдает только за то, чтобы получить благословение. Потому что он знает, что означает благословение. Кто меня знает получше, они знают, что я немножко такой охотник, где благословляет, туда я иду. Дальше посмотрите, Бог увидел нежадность Авраама. Дальше если читаем в 15 главе Бог ему говорит, слушай, у тебя будет сын. Авраам приходит к сараи и говорит, слушай, мне Бог сказал, у меня будет сын. Сара подумала, я очень старая, но у меня есть служанка Агарь. Пусть она станет твоей женой, родит меня на колени, и родит дете. И это исполнится Слово Божье. Люди хотят помочь Богу. Но вы знаете к чему это все привело. Прошло некоторое время, и Агарь забеременела, но после того, как она забеременела, стала не так относиться к своей госпожей. кстати, Сараи это означает госпожа. Агарь уже возвысилась, я любимая жена Авраама. Сара создает ситуацию, и Агарь убегает. Беременная женщина в пустыне. она уже наверное не знает что делать. И самое удивительное, что когда она встречает Ангела, она не удивилась, она сказала, ты светишься, вах. И на удивительное, когда срежет Ангела, тебя не все чудо. Она просто начала с ним разговаривать. И он говорит, послушай, вернись. покорись своей госпоже. И у тебя будет сын. За то, что ты в пустыне начала обращаться ко мне, я услышал тебя. Так и назови сына. И Шма Эль. помните, когда был Самуил, в Библии написано Шмуэль, услышанный Богом, услышал Бог меня. Посмотрите, и она приходит беременная, после пустыни, подходит к Саре, то есть к Аврааму, и говорит, мне ангел явился, сказал, что родится мальчик, и мы его назовем Ишмаэль. Измаил. Все. После этого никаких разногласий до того момента, когда он родился. Как Бог сказал, так и получилось. Слово Бога, оно сильно и действует. Когда мы видим, что Авраам два раза свою жену Сару 70 лет и 80 лет выдает за свою сестру, чтобы его не убили. Помните, Это говорится о том, что он не был сильным человеком. Только лишь вера в Бога его делала сильным. А по природе он не был таким. природа не был так и эта история нас учит тому, что мы не такие классные, но мы любим Бога. Понимаете? И вот это наше отличие от других. Не тот сильный, кто не падает, а тот, кто падает, встает и идет дальше. Помните, когда пришли три ангела и говорят, что в следующем году я у тебя буду и у тебя будет сын. И Сара там месила тесто. И вдруг тогда уже Сара была. Видите? Потому что Бог сказал, ты теперь не Авраам, а Авраам, множество народов. И Сара не госпожа, а госпожа над многими народами. Она сидит тесно месит, госпожа. И вдруг она засмеялась. Путники пришли, Авраам позвал слуг, чтобы им ноги помыли, кушать приготовили. Они видят, что мы без детей и решили нам приятное сказать. И написано, что ангел говорит, а что она рассмеялась? Разве для Бога есть что-то невозможное? Ничего нету. За это у них и родится мальчик и назовут его Ицхак. Вас смеется, засмеется. Самое интересное дальше. Мы увидели, как Слово Бога действовало в жизни Авраама. Но Библия нам говорит, что мы созданы по его подобию. И у нас есть эта сила. Представляете, в 22 главе Аврааму обращается Бог. Авраам, вот ты там играл с сыном вчера, я видел, обнимал, ты его перед сном поцеловал, рассказал историю об Адаме с Евой. Принеси его на гору в жертву мне. Я не могу передать, что чувствовал Авраам. Мы это читаем как историю. Но вы просто представьте, у вас есть дети. Читаем историю, но вас не могут представить, как вы чувствовали. Авраам идет, чтобы вознести единородного. почему-то Бог посчитал, что Ицхак единородный. Потому что он раньше сказал, что из твоих чресел от тебя и Сара родит. И вот Авраам подходит, это 22 глава, вы можете следить, если у кого Библия есть с собой. 22 глава Битие. И вот Авраам идет вместе с двумя отроками. Они видят, что это очень верующий человек. И теперь представьте ситуацию, что он идет, берет с собой охапку дров. И представьте си, той върви, взима с может быть там чем он будет зажигать, я не знаю, кремень или что там было. Берет сына, нету никакого животного, и вдруг он говорит, 5 стих, 5 стих. И сказал Авраам отроком своим, останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын мой пойдем туда, поклонимся и возвратимся к вам. тугава. Смотрите, представьте, что он сказал, мальчики ждут его, он идет, убивает своего сына, ну, если подумать, да, такой сюжет, он уже разработал в голове, как он будет смотреть им в глаза, но почему-то он сказал эти слова, но по някаква причина той сказал тези думи, верующие люди прекрасно понимают, что слово Божие есть свет, и вообще Тора от слова Ор, это свет, чем ближе подходим к свету, тем и мы светлее становимся, чем больше доверяем Богу, и наше слово становится сильным. Когда Авраам уже рассказал своему сыну, что ты знаешь, что ну, вот так вот Бог сказал, и я должен это сделать, Исаак не сопротивляется, он его связал, но перед этим он когда говорит, что Господь усмотрит себе жертву, он говорит Адонай Иреи, Иреи, то, что в русском переводе написано Ире, Егова Ире, самое интересное, что давайте соберем теперь пазл по кусочкам, соберем пазл с газ одну, гора Ире, и где-то здесь происходят все эти события, о которых я только что рассказывал вам, где-то находится Салим, откуда царь Мелех Седек соединяя и получаем Иерусалим. Представляете, пророчество, пророчество, оно начало сбываться дальше. Когда, если вы хотите посмотреть внимательно в псалмах, написано в 75-м псалме, Сережа много может говорить, надо проверять его иногда. Псалме 75-й псалом 76-й Болгарская Библия. Псалом значит так, 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 76-й ой, 75-й 3-й я уже на Болгарскую перешел, видишь, Библию. 76-й глава, 3-й стих. Здесь так написано, «И было в Салиме жилище его и пребывание его на Сионе». Сам Давид говорит об этом. Ну, давайте не сильно будем заостряться на одном только лишь Аврааме, потому что там есть множество интересных случаев, но пройдемся по Библии дальше. И всегда задержим и на Авраам, что идем на Библию. Здесь я хочу вам сказать то, что Слово имело очень большую силу, но если тема моей проповеди Слово и вода, то где же связь? И вот теперь мы потихонечку подойдем к этому. И сега постепенно ще дойдем кем това. Вторе в числах пятой главе. В вторе числа пета глава. с пятнадцатого стиха здесь идет рассказ о том, что если муж почувствовал, что жена ему изменила, но нету свидетелей, то он должен сделать какой-то ритуал. Пише человеку мужу усе, что жена ему изнаверяла, обачиням доказательства, трябва да направи определен ритуал. И вот он говорит, что священник берет чашу с обыкновенной святой водой. Внутрь ложит обыкновенную пыль от скиньи, засыпает внутрь. И там слага прах от скиньията. Потом он пишет слова благословения и проклятия. Пише думите на благословение и проклятия. Выливает на свиток, чтобы она перелилась в чашу и дает пить женщине. Слова были такие, что если ты не виновата, ты будешь благословлена и если не рожала, родишь детей. А если ты виновна, все плохое там будет. И она ее просто пила. Получила слово сильное запрограммированная информация. это все написано в Библии. Ученые же недавно только лишь вот где-то после 20-х годов начали изучать воду более подробно. Что же такое вообще вода? H2O, да? Она имеет свойства значит твердая, жидкое и газообразное состояние воды. И больше ничего не знает, но если бы неинтересный случай произошел в одной лаборатории, во время опыта в колба с каким-то ядом упала в воду. На нее не обратили внимания, а после, когда заметили, ее аккуратно извлекли эту колбу с ядом и проверив, что даже трещинки не было, решили использовать эту воду поить этих мышей. Мыши умерли. Никто ничего не поймут. Они разглядывают в воде нету ни грамма яда. Но почему-то вода переняла вот эти информацию низких частот на себя. для того, чтобы более подробнее было, можно будет включить, там есть такие картинки на снежинке похожие. Я сегодня без очков, так что вы сами читайте, если мне подскажете, что написано. есть такой один японец Имото Масару, который начал фотографировать воду. То есть заплачет снимать воду. Лунная соната. Представляете, в воде дали послушать лунную сонату, быстренько заморозили в камере и сфотографировали. Как она выглядит. Следующий. и следовая заморозили и такая изглежда тази вода. Вот так выглядит компьютер. Посмотрите. Или тяжелый рог, да. Вот видите, то есть вода начала реагировать на вот это все. Вот к чему мы и подходим. Дальше. Ты дурак. Видите, даже на слова реагирует вода. Вы видите, что когда приятная и положительная, вода какие-то как кристалл собирается. Простеконечный кристалл. Дальше. Компьютер. Видите. Дальше. Не знаю. Допустим, ну это что-то красивое, значит хорошее. Если не ошибаюсь, в воде показали плавающего дельфина. Итак, если ученые только до этого дошли в наше время, а нам Библия об этом говорила еще задолго до всех этих событий, помните, у Иезекииля 47 главе есть описание, когда от престола Господа исходит вода. И он так описывает. «Когда когда же муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил тысячу локтей, повел меня по воде. Воды было по лодыжку». Представляете. Дальше говорит «Еще отмерил тысячу локтей и было воды по поясницу». Следующий стих говорит «Еще отмерил тысячу локтей и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть. Переходить нельзя было этот поток. Это благодать. Благодать Господа мы можем находиться по лодыжку, по поясницу, а можем плыть в ней находиться. Самое интересное, когда царь Давид в псалмах пишет такие слова. Извините, царь Соломон в притчах 25-25. В притче 25-25. Дайте лучше я прочитаю. Что холодная вода для истомленной жажды души, то добрая весть из дальней страны. Какой-то грек прочитал эти слова и вот это слово и тази дума Добрая Весть Евангелие заходит уже с сильным таким оборотом в Новый Завет. И уже когда мы читаем жизнь Иисуса Христа, он также часто говорит о живой воде, а воде Слово Божьего. Помните в Иоанна 7 главе он говорит кто жаждет иди ко мне и пей. В другом месте сказано что из вас самих потекут реки вода живой. Как будто Иисус хочет нам показать что что-то существует связь между духовным миром и материальным. И в Иоанне 1 Иоанна 5 главе с 7-8 стихом написаны интересные слова. 7 и 8 стих Ибо три свидетельствуют на небе Отец Слово и Святый Дух и сей три суть едина и три свидетельствуют на земле Дух Вода и Кровь. Смотрите оказывается Слово это соединяющее нас с Духовным миром Миром Духом и Материальным Слово свырзло духовнее и материальное свято Мне очень понравилось как Паша ваш сын показал его видение как Иоанн писал начало Евангелия на Рождество Вначале было Слово и Слово было у Бога Иоанн Иоанн написал все по-своему пытались показать как это начало а почему-то Иоанн и здесь тот же Иоанн пишет что смотрите наверху есть Слово и Слово это Господь Иоанн Иоанн започва что Слово от Бога Бог и Слово они не разделимы когда мы доходим до воды каждый христианин мы даем обещания помните на крещение все мы давали обещания я столько много обещаний давал которых не исполнял я помню мама говорит это не делай это не ешь я все равно это сделаю и ка представляете вы там находитесь и вот эта информация она собирается я был грешный Сергей зашел в воду вышел и меня Бог называет святым даже древние понимали что если ты меняешь свое имя ты меняешь свою судьбу и древните са разбирали че ако променяешь имято си тогава променяешь и судьбата си как интересно замечать что у нас были Авраам и Авраам стал и интересно как был Авраам и стал Авраам была Сарай стала Сара был Петр стал Кифа помните да все изменилось когда мы говорим что мы дети Божьи мы поменяли свое имя мы уже не можем делать некоторые вещи но каждый из нас прекрасно понимает что без воды он умрет но если мы духовно не будем питаться мы тоже умираем вы думаете что большие проповедники которые там совершали чудеса воскрешения многие падали знаете почему приходила или гордость или же они мало начали обращаться к воде живой не попив всего лишь потеряв 12% человек умирает в откровении в 22 главе уже видите снова через всю Библию прошли написано в 12 и 17 стих все гряду скоро возмездие мое со мною чтобы воздать каждому по делам его и 17 стих 17 стих дух и невеста говорят приди и слышащий да скажет приди жаждущий пусть приходит и желающий пусть берет воду жизни даром дорогие друзья братья сестры и та душа которая смотрит прямой эфир сегодня течет эта вода это вода жизни и Слово Божье течет для каждого ты можешь пройти мимо ты можешь погрузиться по лодыжку можешь по колено можешь плыть можешь плыть в этой реке можешь доплыв в тази река у каждого есть выбор живая вода это Слово Това Божье которое удаляет жажду души което маха жажда на душата других источников просто не существует слава Господу нашему Аминь Благодарю что вы слушали аминь аминь Продолжение следует...